Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Вызовите ответственную или нам вызовите? Да это с другой машины человек Вы ответственно вызовите? Сейчас определимся, мы вызывать, если надо Не, надо вызовать Вызовимся, определимся Я понял, что меня в лицо вот так вытыкал Я понял, у вас все мы определимся Вызовите, если у вас есть вопросы, будем сейчас вызывать Конечно, у нас есть вопросы Сотрудник полиции хотел Получить денежное вознаграждение За составление административного материала А с чего ты, Вадим взял, что он хотел Получить денежное вознаграждение? Что? Сотрудник полиции предложил решить вопрос Прям так и сказал Я хочу решить вопрос Прям, прям Дайте я вам дам 100 рублей или 400 рублей Товарищ инспектор Товарищ инспектор не предупредил об уголовной ответственности Он сказал так Давай лучше ты скажешь Подожди сейчас, я не хочу Пусть фиксируют Пусть фиксируют Здесь ничего такого криминального нет Здесь все открыто Я думаю лучше сказать непосредственно участнику Ты садишься в машину и говоришь Товарищ инспектор, давайте я вам дам денег Товарищ инспектор тебе говорит Да вы знаете, что это уголовная ответственность Я вас привлеку за это А вы говорите, давайте я еще дам Может я выскажу как будет? Хорошо высказывайте Где инспектор Подайте сюда Подайте ко мне Объяснил то, что это авто Да Дальше спросил Со строговым полюсом мне Понятно, да? Что вопрос? Что у вас спросил? Изначально я его не предоставил Потому что я не знал, где он бежит Машина чужая Потом хозяин объяснил Вы предоставили полюс? Изначально нет, я не предоставил Я могу сейчас предоставить Не предоставьте Хорошо, я вам сейчас расскажу и предоставлю Так, сел в машину Инспектор меня записал Дальше спросил Что, надо писать протокол? Я говорю Ну если надо, надо писать Я говорю А что делать, если его не писать? Чтобы написать протокол? Он говорит Я не знаю, что делать А для какой цели это сказал? У вас вообще есть страховой полюс? Да, есть, конечно Есть в наличии? Да, конечно То есть вы начинаете провоцировать инспектора Что значит провоцировать? Я просто задал вопрос А вы знаете, что это значит такое? Вы знаете, что это значит такое? Вы знаете, что это провокация? Я тоже не знаю Это провокация Если он говорит, что у меня есть страховый полис, может быть давайте что-то там будем решать вопрос и что-то такое. Почему он провоцирует? Я не пропадал. Почему он с вами в полисе? Тихо, тихо, тихо. Потому что я не знал, где он находится в полисе. Так у вас есть его? Есть. Есть его? Покажите мне. Вы ерундой занимаетесь. Какой провокации здесь нет? Вы ерундой занимаетесь? Никакой ерундой. Вы, ребята, ерундой уже начали заниматься. Есть конкретный факт. Твой знакомый. Есть факт. Твой знакомый. Да неважно. Факт какому? Даже бы он инспектору дал бы денег, он его привлёк по 1991-й статье. Давайте мы так сделаем. Я думаю, руководство в этом ситуации должно разобраться. В чем? В том, что произошло. Да я бы сейчас закрыл бы его. Потому что в 1991-й закрылся. Засняли бы на регистратор, предложили бы ему. Да он ничего предлагать не собирался. А что он говорил? Инспектор предложил оплатить стоимость половину на месте. Инспектор так сказал? Ну, Вадим, я умоляю тебе. Ну, хватит, я умоляю. Но инспектор это уникаль сложно не скажет. Давайте мы не будим. У вас своя сторона. А у вас своя. Инспектор так сказал? А давайте будет. Инспектор ему сказал? Дай мне 300 или 100 рублей? Инспектор ему сказал. Будь проверка. Будет проверка. Однозначно будет проверка. Однозначно будет проверка. А инспектор должен написать рапорт о склонении. Да он может написать всё что угодно. Коррекционная составляющая. Вы же знаете прекрасно. Водительство есть? Ты проверил машину? Записал ваш паспорт Это вы уже ерундой занимаетесь Я всегда тебя поддерживал А сейчас вы занимаетесь ерундой Вот этого делать нельзя Я не знал Ерунда это как раз Это знаешь как в других городах Когда показывали, когда около инспектора Катается машинка Блогеры подъезжают и говорят Би 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 там у меня как раз Посмотри, открой интернет Это некрасиво делают Они работают, а вы мешаете им работать Тех паспорт есть? Конечно Проверил все Еще один небольшой момент Я еще вбежу Инспектор проверял у меня вот эти документы Именно вот это свидетельство о регистрации Обратите внимание на мобиль Сейчас дам другой Который должен Потому что у него нет Просто у него и два лежит Ты переписал? Вот этот автомат записал? Ну конечно это Приора вас Все, счастливых путей Вам вопросов нет Нет У нас два вопроса Подождите А у вас вопрос есть? Есть Покатники Смотрите, как мы сейчас делаем Мы делаем как хотите Мы сделаем все по закону Вы как ответственно приехали Замечательно Я приехал Сейчас будем звонить Мы не дозвонились Телефон горячей линии МВД Ну Чтобы сюда на место приехали Соответствующие службы Они зафиксируют даже место права Какого? В чем состав? Здесь? А вы дослушали? Гражданин Гражданин говорит о том, что у него Ему предлагали решить вопрос В половину от стоимости штрафа Вопрос в чем? Гражданин Вопрос в токоле Водитель склонял Водитель хочет сделать заявление Вомогательство денег Если бы он склонял Водитель хочет сделать заявление О вымогательстве денег Он сам говорит Водитель имеет претензии к нам Мы к нему не имеем Мы к нему не имеем Вы правили документы Переписали его в доступ Телефон Как мы свои действия сделали, о каких разговорах деньгах шел, я не знаю. У нас все записано. Тебе предложали деньги? Да, что ли. Как он тебе предложил? Ты предупредил бы уголовный ответ? Я его хотел бы донуть, конечно, пошел за пользу. Вопросов нет. Какие? Инспектор, вы даже сейчас обманываете. Ну это не хорошо, но обманываете. Это вы провоцируете. Вы прослушали бы запись на самом деле, у нас все четко записано, там слышно. Это ваше право. Вы начинаете ерундой заниматься. Этим делать нельзя. Вы провокацией занимаетесь. Я просто спросил, если у меня нет полиса, что делать? Сколько официальных штрафов? Я спросил, сколько официальных штрафов? Он сказал, 800 рублей. Я говорю, а что делать, если нет полиса? Он говорит, ну а что ты предложишь? Я говорю, а что вам предложить, денег или что? Ну я не знаю. Ну половину найдешь. Знаете, це нормально? Скажи, я пойду сейчас поисматриваю. Это не провокация. А что? Что это, как это вы считаете? Как вы разрозаем spins? Я не знаю. Если бы он пошел, дал бы денег. Если бы он не искал, иди поищи полис. Вы в чем ищите подлог инспектор? Я не понял. Ваши действия? Есть конкретная ситуация. Мы ничего не ищем. Я всегда был на твоей стороне. Я всегда был на твоей стороне, когда бы ты не приезжал. Вадим, я всегда был на твоей стороне, всегда ругал. Сейчас мне его ругать не за что. Не за что ругать. Потому что он пошел за полисом, не предупредив его о бухгаловной ответственности. Если вы услышали, что он говорил, вы измените свое мнение? Я, может быть, поменяю свое мнение. Может быть, я поменяю себе, но я не думаю, что инспектор будет разместиться стоим 50 рублей. А инспектор должен предупредить его, он предупредил его. Он пошел за деньгами, а инспектор должен предупредить его об уголовной ответственности. Ну молодец, не успели просто, а вот надо было бы. Слышишь, что вы говорите? Надо в этих случаях, когда он найдет за деньгами, предупреждать об уголовной ответственности. Согласен? Я не буду наручники в этом случае. Я порой ответил с первым. А теперь вы дураками оказываетесь здесь. Стоите перед камерой, распираетесь, что он пошел за страховкой и 100 рублей не донес. Скажи, 400 рублей предлагал. Он сам 100 рублей. Да никаких денег. Разговор был такой. 800 рублей в штраф официальный, 400,5. Сколько? Говорит, у 100 рублей. Так, хватит разговаривать. Ну понятно, уже. Надо было понести 100 рублей. Ну было же, да. Надо было понести 100 рублей. Как это было за 100 рублей? Вы спрашиваете, что ты предложишь? Я говорю, а что я могу предложить, что 100 рублей дать, чтобы не... Нет. Я говорю, нет, ну хотя бы половину предложить. Вот так же сказал. Вот мы 51-12-50, вот который телефон горячая линия МВД, никак не можем дозвониться. В принципе, мы все материалы предоставим в Управлении собственной безопасности. Антоном Масенковым сделано заявление. И я думаю, в ближайшее время вот сбрасывается даже. Ну там в конце, когда все проходят сбрасываются. Ну не знаю, в связи с чем это... Я так думаю, просто очень много звонков. Это многоканальный телефон. Нам сейчас дальше можно поехать. Мы дальше можем двигаться, да. Значит, сотрудник полиции представится должен, который пойдем. Значит, он тебе должен представиться в служебном удостоверении, а не так, как он тебе обращался, пойдем. Значит, у нас единственное, значит, хотели бы, чтобы сотрудник полиции представился в служебном удостоверении. Да, я просил вас представиться... Да, представиться и предоставить служебное удостоверении. И номер жетона 36-05-18. Будьте любезны, и предоставить служебное удостоверение. Секундочку, 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 секундочку. Когда сотрудник полиции... Обращается. Обращается. Так он обращался кiblingsıldıру туф骨? Вот когда он обращался, он ему показывает. он вам показывает он вам показывает он каждый тоже он вам скажет чтобы создавать мне создал technological он может заместо вас сказать как он представлялся удостоверение дупин longevity Вы представляете удостоверение? А он требует удостоверения? Да, у него нет такой обязанности. В данный момент я вас требую. Предоставьте, пожалуйста. В чем проблема? В чем проблема? Когда представлялся, надо было спросить, а где мое удостоверение? В том момент я не хотел его. Не хочет? Не надо. Вот, нагрузка, знак, фамилию. Вот надо было в момент, когда он предоставлялся, в каком промежуток? Он же обратился к нему, так что, может, был момент попросить его служебное удостоверение. Так что, огромная просьба, выполнив федеральный закон о полиции. Да вы что? Я бы, я бы не... Я бы жалобы поставил. Вот тогда... Представьте, пожалуйста. Сейчас уже какие-то происходят мероприятия, которые отвлекают меня от служебной деятельности. Я сейчас к вам обращаюсь. Сейчас вы меня отвлекаете от служебной деятельности. У вас обязанность такая, понимаете, предоставить служебное удостоверение по требованию гражданина, когда вы к нему обратились? Ко мне гражданин обращается? Когда это было? Я к нему когда обратился, я ему предоставил, правильно, нет? Удостоверение? Правильно. Вы ему показывали? Я ему представился. Представился. Он не требовал. А каким промежутком? Регламентирован? Не регламентирован. Вот, соответственно, он имеет право ознакомиться с удостоверением. Давайте, 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 он сейчас его не покажет, его накажут за это. Ничего страшного. Пусть его накажут на федеральном законе полиции. В чем проблема? Зай свою фамилию, Ременович, скажи инспектор. А вы, вы этому попустите. Все. Я говорю еще раз. Я не могу сейчас сказать. У вас сейчас было так, давай покажи. А сейчас не надо. Я не могу сказать. Возу встали. Возу встали. Возу встал, да. Возу встал, да. Когда? Когда с моего обращался, он назвал свою фамилию, должность, звание. Все верно. Так дальше у него вытекает возможность. Он не просил. Сейчас он требует. У него же было непросение. И не регламентируется промежуток. И никакого он может. А сейчас по праву нарушения гражданина отпустили. Сказали ему счастливого пути. Разобрались. У него здесь остался. Он машину перепарковал, попросили. Я не готов сейчас сказать. Я не готов сейчас сказать. Что? В промежутке времени. Я не готов. Вы сейчас сказать. Вы себя нарушаете. Ну и что, что я нарушаю? Я к вам сейчас не обращаюсь. И на вас будет составная жара. Да ради бога. Я свое удостоверение покажу. Но это же ненормально. Я свое удостоверение покажу еще раз говорю. Я свое удостоверение покажу еще раз говорю. Вы сотруднику полиции позволили нарушить. Это его личное. Я не позволил. Я ему сказал, это его личное право. Это его личное право. Это его личное право. Это его личное право. Обязанность его показать. Это его личное право. Обязанность как ответственного. Его лично. Я могу. Вы потребуете его? Я могу, а он может не исполнить. Я могу. Но в промежутке времени я этого не видел. Кто кому, а когда обращался? Я этого не видел. Я этого не видел. Я не видел. Я не могу заставить его показать удостоверение. А я не хочу нарушать законы полиции. Вы можете потребовать сотрудника полиции выполнить законы полиции? Почему я должен ему приказывать? Ну и что дальше? Ну что дальше? Почему я должен сказать ему «такажи удостоверения?» Ну пойдемте, подойдем. Ну пойдемте, подойдем. Вы сейчас мешаете им работать, сейчас я вот вижу. Да это займет ровно пять секунд. Ну и что? Погоди сюда, пожалуйста. Я не могу ему предсказать положение. Я не видел факта, я не видел факта, как он к нему обращался. Я не видел. Сам сотрудник сказал, что он остановил гражданина. Представился. Он не требовал удостоверения. Но на тот момент не требовал. Но он может в любой момент потребовать, верно? Это не рекоментировано ни в каких промежутках времени, верно? Ну и что? Он сейчас требовал. Покажи. Я уже иду на компромисс из-за того, что мы сейчас не можем, мы сmithаем не забраться, что есть регламентированное время или нет. Я еще раз говорю. Подождите минуточку. Выговорить не было такого. Если он к нему обращался, он не требовал. Ничего страшного покажут. Он не нарушит. Он сейчас ничего не нарушит, ничего не проиграет. В нашем сейчас конфликте. Покажу. Достоверения. Нет никакого конфликта. Я тоже не пойму, для чего это нужно. Мне нетрудно показать ему удостоверения. Ему нетрудно показать. Ему нетрудно показать. Но тогда, в прошлый раз, когда он не попросил, а сейчас он его просит Но опять же, это же он к нему обращается, а не инспектор к нему Он обращается, чтобы выполнил требования его Какие? Ну какие? После урегулированного конфликта? Или после чего? Подождите Он не туда не урегулирован Он перепаркался в автомобиле и подошел дальше Все, административная ответственность, которую он сначала говорил инспектору, устранена Сейчас у меня нет административной ответственности Он имеет право потребовать от сотрудника полиции служебное доставление? Так сейчас обращается он к нему, я так понимаю Обращается с тем, чтобы он предоставил свою служебное доставление На основании? На основании того, что сотрудник полиции ранее к нему обратился Ранее я этого не видел А почему ранее не просил? Почему сейчас к нему мешает ему работать? Он сам подтверждает, что к нему остановил его и обратиться Я сейчас не согласен Я согласен, да, вот этот софт сделал? Я не согласен Опа, попались! Я говорю, я не согласен Я не согласен Я не согласен Я сейчас потребовали И мы сразу уезжаем Да ради бога, езжайте, когда хотите, вас тут не задержат Нам нужно его... Он не показывает вам, все записали На камеру не показывали Он хотел просто на камеру удостоверения Он нам не нужен Нам нужно знать фамилии members Он вам сказал Он сказал Выключайте камеру, он покажет Да он не будет нам проблем Он не будет писать это удостоверение Нов senses Вот так он покажет Вот объектив, вот так он покажет Нам не нужно ли чем Не надо, чтобы вы мне говорили Пусть его лучше накажут за то, что он не показал вам удостоверение Не буду требовать. Принципиально говорю на камеру, что не буду я требовать. Да на камеру не нужно. А я еще раз говорю, не буду требовать. А я говорю, не буду требовать. Принципиально не буду. На камеру не нужно ничего. Ну ничего не надо, не буду. Не надо им показывать, мы говорим сейчас. Да не надо меня уховаривать, пусть меня накажут за это, да пусть меня за это накажут. Ну и что дальше? Я не буду показывать, потому что я считаю, что это неправильно. Служебное удостоверение, сотрудника полиции потребуете? Я требовать не буду, еще раз говорю, на это я не пойду. Сотрудник полиции хочешь показать? Ради Бога. Я вас всех приветствую, вы уже посмотрели это замечательное видео. Решил поступить с этим видеоматериалом немножко по-другому, не как обычно. Обычно я выкладывал сразу такие материалы, в этот раз мы подождали. Ну и плюс у нас не было возможности просто-напросто для монтажа. Объявляю итоги по данному материалу. Вот у оперативной розыскной части собственной безопасности. Ваш интернет-обращение о неправомерных действиях инспектора ДПС, взвода ОБДПС ГИБДД МВД России по городу Воронеж, Разуваева ВВ, связанных с вымогательством денежных средств в сумме 400 рублей, у гражданина Масенкова АО, происходивших в 5-12-2015 года, примерно в час 15. На пересечении улиц Солнечной и проезда Ясного, город Воронеж, рассмотрено. Вопрос о дисциплинарной ответственности инспектора ДПС, взвода ОБДПС ГИБДД МВД России по Воронежу, Разуваева ВВ, связи с совершением им коррупционного правонарушения, будет рассмотрим по результатам проверки отделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений УРЛС ГИБД МВД России по Воронежской области, а также по результатам, проводимым полномочными органами процессуальной проверки. По результатам служебной проверки к дисциплинарной ответственности привлечен командир взвода ДПС ОБДПС ГИБДД МВД России по Воронежу Горожанкин АА. В подчинении которого находился инспектор ДПС Разуваев. То есть, что мы имеем по этому ответу? Будет, значит, при комиссии рассмотрен вопрос о привлечении инспектора при коррупционной комиссии, о привлечении инспектора Разуваева к ответственности. Какую мы пока не знаем, но скоро узнаем. А Горожанкин Александр Александрович привлечен к дисциплинарной ответственности. Подписан начальником оперативно-розыскной части. Следующий ответ поступил от управления по работе с личным составом, тоже МВД. Ваш интернет-обращение. Обращение с просьбой проинформировать о привлечении к дисциплинарной ответственности инспектора ДПС отдельного батальона ДПС отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Управление МВД России по городу Воронеж. Старшего лейтенанта полиции ВВ Розуваева. Сообщаю, что по результатам проверки соблюдения требований к служебному поведению ему объявлен строгий выговор. Начальник Никитин подписал его. Замечательно. Дальше еще один ответ от оперативно-розыскной части собственной безопасности. В дополнение к ранее направленному ответу в ваше интернет-обращение о неправомерных действиях инспектора ДПС ОБДПС ГИБДД ОМВД России по городу Воронеж Розуваеву ВВ. Сообщаю, что по результатам проведения УРЛ-СГУ МВД России по Воронежской области проверки соблюдения требований к служебному поведению в действиях инспектора ДПС Розуваеву ВВ усмотрено нарушение антикоррупционного законодательства. За выявленные нарушения Розуваеву ВВ привлечен к дисциплинарной ответственности, подписанным начальником оперативно-розыскной части собственной безопасности. Вот как бы мне вопрос другой возникает. Неужели это достойно дисциплинарной ответственности? Мне кажется, здесь подорвано доверие к данному сотруднику этой же системы. И такие люди не должны служить в Олганных внутренних дел. Неужели ему руководство еще до сих пор доверяет от услышанного? Я надеюсь, руководство непосредственно наши замечательные начальники органов внутренних дел все-таки пересмотрят свое решение. И такие сотрудники не должны служить. И только тогда, когда будут увольнять за данные правонарушения, за данные проступки, тогда реально будут бояться брать на дороге. Вот пока будут вот так поощрять, вы тем самым такими решениями, дисциплинарная ответственность, вы поощряете коррупцию в системе. Вот тогда, когда вы будете увольнять за такие действия, именно за то, что он потерял доверие и гражданам, и вообще непосредственно в системе, тогда непосредственно, я думаю, будет толк. Я так скажу, такие сотрудники не должны быть в этой структуре. Вообще, это видео получилось непростое. Это как раз показатель того, почему автомобили, ворованные автомобили, каким-то образом не находят, но они испаряются. Вроде бы у нас сотрудники ИВДД в ночное время в усиленном режиме патрулируют. А вы смотрите, человек-водитель, это не его транспортное средство. У него есть свидетельство о регистрации, где указан не он как собственник. У него есть водительское удостоверение, но нет страхового полиса. У сотрудников полиции, как минимум, должно было это вызвать какое-то подозрение. Он даже не проверял по базам, в угоне автомобиль, не в угоне. Он просто решил сразу на месте решить вопрос. Один важный момент. Документы от транспортного средства были переданы совсем другие. То есть даже не от приоры, на которой он двигался. Так, и не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, комментировать. Ну, есть не только лайки. Вообще, это слово, я уж что раз говорю, мне не нравится. Есть палец вверх и палец вниз. Так вот, если вам видео понравилось, палец вверх нет, значит палец вниз. Мы любому будем вашему вердикту рады. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok